Это Габелла. Мы начинаем. И перед тем, как, уважаемые жюри, огласить наши баллы за проверку на вашего задания, я хочу представить нашу счетную комиссию сегодня. Это Авельянова Светлана Викторовна. Спасибо. Так, уважаемые члены ГУРИС, за первое задание, будьте добры, ваши. За первое задание кому? Нижний Новгород. Пожалуйста. Четвертая комиссия, пожалуйста. Ага, спасибо. Ну все увидели, я думаю, да? Ага, будьте добры. Тогда теперь Москва. Пять-четыре, пять-четыре. И команда Петербург, пожалуйста. Пять-пять-пять-пять. Спасибо. Спасибо. Мы приступаем к основному нашему сегодняшнему мероприятию, да? И первое задание называется «Вопросы от Александра». В каждом училище, и в Хоровом, и в Хоровом Петербургском училище, в Московском, в Нижегородском найдется очень много людей с именем Александра. И вот несколько преподавателей прислали нам вопросы, из Хоровом училища это Александр Борисович, из Московского училища это Александр Александрович, и Нижний Новгород это Александр Юрьевич. Итак, первый вопрос. На экране вы видите название опер и городов, где происходят действия. Все эти названия и города перепутаны местами. Рождайте все на свои места и впишите фамилии композиторов. Максимальное количество баллов 10, за каждый правильный город 1 балл, за каждого правильного композитора 1 балл. Да, сразу же второй вопрос. Кто из нижнеперечисленных композиторов не использовал в своих произведениях сюжет древнегреческого мифа об Археи? Не использовал, да? Заметьте, Ахенбах, Фомин, Мусорский, Монтеверди, Листь, Балакирев, Глюк, Чайковский. Вам нужно назвать тех композиторов, которые не использовали сюжеты в Археи. Ну и вопрос номер 3. Представители Кружка Балакирева, Могучей Кучки, по молодости считали, что устаревшие и наивные композиторы это Скарлатти, Гайден, Чемороза или Моцарт. Выберите отсюда те фамилии, которые на ваш взгляд композиторы из Кружка Балакирева считали устаревшими и наивными композиторами. И, наконец, также эти композиторы, которых Могучая Кучка считали бесчувственными и мерзвенными натурами. Гендель, Буксдепуде, Телеман или Бах. Тоже вам нужно назвать. А кто из этих людей был, по их мнению, бесчувственной и мерзвенной натурой? А кто, по их мнению, был нервный светский дам? Шуберт, Мендельсон или Шоперн? Пожалуйста. Три минуты, да, у нас есть на это задание? На все задания. Три минуты, да, у нас есть на это задание. Три минуты, да, у нас есть на это задание. Продолжение следует... 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 Субтитры подогнали Симон. Спасибо за просмотр!